кастом и у нас времени вообще нету нам нужно сейчас очень быстро наша скорость 2 и 2 здесь мы идем уже третьи сутки эти 180 несчастных миль вот есть еще один момент все эти нельзя снимать мы находимся в ехт-клубе ну все мы готовы отходить мы сейчас заправили 400 литров дизеля мы заправили 400 литров дизеля и сейчас мы идем на оформление в корт до кастом и у нас времени вообще нету нам нужно сейчас очень быстро сейчас 13 44 нам нужно до двух часов туда стать чтобы нас начали делать до обеда потом они уйдут и все губай я его от бейт 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 я не Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Денег не получили Ну короче, их было человек, наверное, 10 суммарно И они все вот это вот сидели на лодке и занимались какой-то херней Ну ладно, это их дела Я больше сюда, скорее всего, на яхте точно не заеду В принципе, в самой Кургаде хорошо Но мы вышли в Суэц У нас сейчас дует достаточно сильно И еще сутки будет дуть так Ого-го Поэтому сегодня мы будем идти на парусах А дальше мы уже включаем мотор И там, ну, какое-то время мы пройдем все-таки на моторе Нам нужно дойти на... до порта Суэца 180 миль То есть я думаю, что, наверное, послезавтра утром мы придем и станем Все, дальше буду вам рассказывать, что и как Мы опять в Красном море И идем на Суэц А сейчас я вам расскажу, друзья, что такое кошмар яхтсмена Вот этот вот участок от Кургады в Суэц Это просто что-то прикольное То есть если вы хотите узнать, что такое херовый сейлинг Это он Мы идем сейчас под мотором Наша скорость 2,2 Наша средняя 2,1 узла за всю ночь Течение 4 узла Прямо в морду Ветер дует прямо в морду Можно ходить под парусами Но из-за того, что такое течение На 10 миль проходишь полторы миль И еще вокруг куча буровых ТСЛ, мы идем по ТСЛ До буровых по 300 метров К ним подходить нельзя Короче, самое оптимальное Это просто идти под мотором А ветер дует от 10 узлов до 30 И гуляет ветер градусов 30-40 То есть вообще не ходить, не идти нельзя Вот мы идем с этой средней скоростью Я понял, что это, наверное, самый оптимальный Путь другого нормального нету И 180 миль у нас может занять Под 3 дня Вот то, как выглядят эти гребаные волны Напоминаю, что это акватория Шириной миль, наверное, 20 Вот если посмотреть, видно Вот эту часть И вот, кстати, видны Мурильные платформы И второй берег И скорость Это скорость исключительно из-за течения Кстати, течение здесь сейчас Три узла На приборе показано А вот то, как это все выглядит Смотрите Вот расстояние все Оно, кстати, даже меньше, чем 20 миль Радиус от меня То есть, получается, 10 15 миль всего А вот это все Это бурильные платформы Бурильные платформы Здесь все что-то добывается Так, проезжаем сейчас Мимо одной из бурильных платформ Вот такая она большая Причем она, наверное, поднимается Опускается Не знаю Какая странная конструкция Не разбираюсь Доброе утро У нас новый день И вот я вам сейчас покажу Где мы находимся Нам осталось 57 миль До Суэца То есть, вот это вот Суэцкий залив И вот Суэцкий канал И вот мы уже дошли Нам осталась треть Потому что общая длина От Хургады До конца Суэца 188 миль Короче Я уже говорил Что это головная боль И что наша скорость Была 2,5 Но сейчас у нас уже лучше Сейчас у нас 3,5 180 миль При нормальных условиях Мы проходим за 16 часов Если хорошо дует Потому что Как вот мы шли На Сокотру из Кении Это была где-то такая скорость Мы доходили до 200 миль В сутки Так вот Здесь мы идем уже Третьи сутки Эти 180 несчастных миль Вот в этом вот кошмаре Уже вот где это сидит Я с кем не разговаривал Оказательно Красного моря Все говорят Полный отстой Полный Вы знаете Что мы подходим К Суэцкому каналу Наконец-то Море стало спокойное Ровное Нету больше этого Угу И у нас скорость Сейчас 5,3 5,3 Наконец-то А вот Сзади Нас обходят корабли Со скоростью 20 плюс И Так как Вот еще один Первый Второй И так вот Постоянно Все время Ты идешь Они сзади Сбоку Обходят Но мы идем по ТСЛ Но Хоть для яхт Это и не очень разрешено Но мы клали на это Большой болт То есть Мы здесь Идем И у нас есть Наша маленькая Часть этого канала Но на самом деле Мы можем ходить Потому что Сбоку от канала Куча бурильных установок И они находятся Очень близко Поэтому у нас Просто вариантов Других нету Мы идем Непосредственно В канале Вот И так как В Суэц Идут эти все корабли То мы их наверное Не встретим Потому что мы придем Сегодня ночью И есть еще один момент В Суэце нельзя снимать Поэтому извините Но мы что-то Может конечно Распетляем Но я не думаю И так вот Мы прибыли В Яхклаб В середине Суэцкого канала На карте Это выглядит Вот Таким вот образом Мы находимся Вот здесь А вот это Уже Непосредственно Сам Суэцкий канал Но посмотрите На вот это Это большие Якорные стоянки Здесь какие-то Индустриальные Помещения Здесь вообще Что-то Какие-то Большие Сухие доки И прочее И вот По этому всему Мы прошли В темноте Но это еще Полбеды То есть Чтобы сюда зайти Нужно договариваться С портовыми службами Чтобы нас пропускали Здесь есть очередность И вот Когда сюда заходишь Здесь большое количество кораблей И на них И ты ждешь Тебе говорят Там за таким-то кораблем И ты смотришь по АИСу Как он двигался Начинаешь двигаться Короче Вот Суэц Мы сюда подошли Вот отсюда Все началось И дальше 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 Вот мы здесь Зашли В сам непосредственно Канал И вот По каналу Зашли сюда А дальше Уже Ну идет Продолжение Вот То теперь Как это все Выглядит Я не знаю Что вам сейчас Буду показывать Но Мы находимся Вехт клубе То есть Вот стоим Наверное Ничего не видно Но попробуем Стоим на буях На берегу Есть Несколько Клубы Для сотрудников Марины И какие-то Лодки Которые Стоят На берегу Я попробую Завтра снять А вообще А вообще В канале Снимать Запрещено Поэтому Ну мы попробуем Распетлять Чтобы что-то Показать Но вообще Здесь это Под страхом Короче Ну мы попробуем Продолжение следует